Volkswagen намерен продать свой единственный российский завод, расположенный в Калуге, сообщают анонимные источники газеты RU. С 22 июля российское представительство Volkswagen сменило гендиректора. На место управленца Яна Витте, назначенного месяцем ранее, заступил Герит Шпенглер. Последний прежде занимал должность директора по персоналу. Кроме того, за последние недели предприятия успели посетить делегации из Казахстана, Австрии и нашего Минпромторга. Как предполагает издание, все эти события – звенья одной цепочки, название которой – предпродажная подготовка. Как рассказал телеканалу Автоплюс собственный источник, одним из вариантов выхода немецкого концерна из российского бизнеса может стать передача всех активов австрийскому подразделению глобальной компании Magna. В этом случае Magna сможет выпускать Polo и Rapid'ы под специально созданной маркой, а взамен отчислять Volkswagen'у Royalty. При таком раскладе автогигант продолжит получать доход, но сохранит лицо. Дескать, в Европе лифтбеки, созданные для российского рынка, не особенно известны. Поэтому Volkswagen и Skoda будут чистые перед европейской общественностью, требующие ухода из нашей страны, но сохранят возможность вернуться позже. Надо заметить, что нечто подобное попыталась провернуть группа Renault, передавшая права на модели и платформы АвтоВАЗу. Однако новый менеджмент марки Lada сейчас раздумывает, стоит ли затевать сборку Логанов и Дастеров под своим брендом. Другая версия — в собственном интересе компании Magna. Оказывается, Hyundai и Kia вовсю готовили новые поколения Solaris и Rio. Притом сварку кузовов корейцы хотели доверить дочернему предприятию Magna. В 1922 году магновцы рассчитывали расширить свою производственную площадку в Санкт-Петербурге, а в 1923 — сварить первые кузова. В проект планировалось вложить около 5 миллиардов рублей. В таком аспекте приобретение весьма современного конвейера, где, среди прочего, имеются дорогостоящие, а теперь вдобавок ставшие санкционкой роботизированные линии и лазерная сварка, выглядят крайне привлекательной сделкой. Что касается визитёров из Казахстана, то газета.ру приводит мнение, что логичным вариантом для немецкого концерна будет договор с правительством республики. Это поможет возродить ставший банкротом завод «Азия Авто». В России можно делать кузова и моторы, а в Казахстане — собирать готовые автомобили. Правда, тогда серьёзной статьёй расходов станет логистика. Что касается остальных моделей марок Volkswagen и Skoda, то в описанных сценариях им места нет. Очевидно, что переклеивание логотипа на Тигуане или Октавии не решит имиджевых проблем немецкого концерна. С другой стороны, сохранение «Калужского» завода фактически ради одной модели — единого в двух лицах «Поло» и «Рапида» едва ли оправдано в долгосрочной перспективе.